На мемориальном комплексе в станице Анастасиевской в ночь с 23 на 24 января был совершен акт вандализма. Администрации Анастасиевского сельского поселения подано заявление в правоохранительные органы по факту случившегося. Подробнее в репортаже моих коллег. Мемориальный комплекс в центре станицы – святое место для всех анастасиевцев. Памятники, безмолвные свидетели истории, напоминают о том, какой ценой достались тому поколению свобода и независимость. Очень часто жители приходят сюда, чтобы почтить память погибших воинов при освобождении родной станицы. Здесь проводятся встречи с ветеранами. В год 70-летия Великой Победы сюда пришла беда. Неизвестными лицами на выбитые в камни фамилии погибших воинов были нанесены оскорбительные надписи. Весть о факте вандализма на мемориале тут же облетела всю станицу. Произошло обрывление электропередач на высоковольтной линии, а третий в районе аэродрома бывшего, это порядка двух километров от станицы Анастасиевской. Утром в 7.30, мне позвонил директор 25-й школы, сообщил, что на памятнике обнаружены, нарисованы следы вандализма. Первыми, кто пришёл на помощь администрации поселения, были ученики 25-й школы. Они добровольно помогли стереть следы ночного визита варваров. ЧП, которое у нас произошло в субботу, это просто что-то непоправимое. Эти люди, я не знаю, чем они думали, когда они решили изрисовать святое место. Там лежат столько бойцов, которые защищали нас и их. И это их должны найти и наказать по полной структурности закона. Это ужасно, оскорбить память павших воинов, которые ценой своей жизни освобождали эти земли. Мы не могли остаться равнодушными к этому ужасному поступку. Мы пошли оттирать эти надписи, чтобы как можно меньше людей их увидели. Нам очень грустно было, когда мы это увидели, потому что не уважать эту память – это стыдно. 25 января главой района Романом Синеговским проведено заседание Постоянно действующего Совета безопасности с участием начальника полиции Ивана Мороза, главы Анастасиевского сельского поселения Александра Заволоки, председателя районного совета ветеранов войны и труда Юрия Бобыренко, специалистов районной администрации и сотрудников Славянского отдела полиции. В ходе заседания участники обсудили произошедшее ЧП, найти людей, совершивших данное преступление, и не допустить новых случаев по осквернению памятников. Вот главная задача, которую поставил глава Славянского района Роман Синеговский. Прийти на территории Славянского района, постараться предупредить подобную ситуацию. Ну и дело чести для каждого из нас – помочь, конечно, найти тех людей, которые, скажем так, были причастны к этому поступку. Вопиющий акт вандализма не останется безнаказанным. Преступники будут найдены и привлечены к ответственности, заверил начальник полиции Иван Мороз. По факту совершения вопиющего акта вандализма на Славянском МВД возбуждено уголовное дело по статье 244. Для расцветия данного преступления СОН оперативный штаб, оперативно-поисковые группы направлены на расцветие данного преступления, отрабатывая различные версии. На сегодняшний день на территории Славянского района и города находится около 65 памятников, представляющих историческую ценность. Проводятся правительские мероприятия для охраны этих памятников. Обращаюсь к жителям города Славянска и Славянского района. Если вам известно что-либо о лицах, совершивших данное преступление, прошу проинформировать Славянский МВД. Вандализм всегда вызывает нистовое чувство возмущения и горечи у каждого человека, особенно когда это происходит сейчас, накануне 70-летия Великой Победы, когда жители всей страны готовятся к праздничным и торжественным мероприятиям. Заботой и вниманием окружают ветеранов войны, ремонтируют и открывают новые памятники героям. Мы, ветераны, не будем стоять в стороне и примем все необходимые меры для того, чтобы помочь правоохранительным органам разыскать тех вандалистов, которые допустили этот факт. И наши ветеранские организации в поселениях были, как говорят сегодня, начеку в сохранении этих святых мест для нашей Родины. В завершении заседания участники утвердили комплекс мер по недопущению актов вандализма на территории района. Было принято решение установить видеокамеры в поселениях возле памятных мест и воинских мемориалов. Камеры будут выведены в информационную систему «Безопасный город», позволяющую в круглосуточном режиме отслеживать состояние территорий населённых пунктов. Это и ряд других мероприятий были включены в решение Совета безопасности. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».